Добрый час! Я с вами, как всегда, Маргарита. Это ЕТИ Школа Успешных Продаж. И поскольку вы видите заставку E-Rank, значит, сейчас мы с вами опять будем разговаривать об E-Rank. В предыдущем видео мы с вами познакомились с кнопочкой Hard. Кому-то эта кнопочка понравилась, кому-то не совсем, и это нормально. Но я посмотрела комментарии под видео. Я всегда прошу оставлять ваши комментарии с последующими вопросами. И один такой вопрос был, как же сделать так, чтобы повысить видимость вашего листинга. Итак, в этом видео мы попробуем разобраться, почему визабилтие вашего листинга снижается, и как попробовать поднять эту визабилтие. И давайте прям сразу к делу пойдем. Естественно, на каком магазине мы будем тестировать. Это все мой винтажный магазин. Итак, давайте откроем листинг, который я выставила буквально там пару дней назад. Этот листинг, и я его сразу отправляю в E-Rank и смотрим, какая по нему статистика. И у него 94 визабилти скор, мы должны с вами вот это вот разобраться, как повышать ее, как сделать выше. Значит, 94%, всего-навсего 6 просмотров. За сколько? За 2 дня. Следующий листинг открываем, чуть-чуть пониже спускаемся. Тоже из новой серии. Давайте вот этот вот откроем. Этот у нас с вами был, когда сделан, он у нас с вами, ему 10 дней. У него 88%, да, графу представляете, 94, 88, всего-навсего 16. И все листинги идут у меня без рекламы. Всего 16, уже 16 просмотров, я бы так сказала, за 10 дней. Это в принципе хорошо. Но они такие специально подобранные. И сейчас я вам открою для примера листинг, который, ну, он ничего особенного из собой не представляет. То есть, ну, вообще ничего такого. Какая-то там брошка, что-то такое. И давайте посмотрим, какая у него статистика. И у этого листинга, смотрите, ему 14 дней, и у него 44%. Если здесь листингу 10 дней, у него 88, я знаю, это более-менее хорошее, то тут за 14 дней 4 просмотра. Как высчитывается визобилтискор? Это простая арифметика. Считается количество просмотров, количество дней. Все это по формуле вычисляется. Смотрится, как хорошо ваш листинг виден по сравнению с другими. Смотрите, визобилтискор и визобилтискор, как хорошо ваш листинг получает ежедневные просмотры по сравнению с остальными листингами на Итси. Соответственно, по схожим ключевым словам. Поэтому вот такая вот картина. Теперь следующий момент. Давайте откроем листинг, ну, даже вот этот вот, который старый. Я даже не помню, сколько ему дней лет. Мы его отправляем в E-Rank и смотрим. Ему 385 дней. И визобилтискор у него тоже 44%. Где-то 113 просмотров и так далее. То есть, если у нас с вами листинг предыдущий был за 4 дня 44%, здесь у нас 385 дней 44%. Но он такой большой длинный. Теперь давайте для сравнения еще один старенький откроем. Это тоже старенький. А вот этот вот старенький. Давайте откроем. Здесь скорость просмотра, смотрите, 29. Какое количество дней? 878. Что непростительно ко мне, но сейчас объясню почему. Итак, приблизительного картинка вы выяснили. Чем моложе ваш листинг, тем больше шансов у него иметь визобилтель. Чем старше ваш листинг, чем старее он, тем сложнее будет вырваться вперед. Потому что, если даже мы график придумаем, какую-то там теорию, не теорию, листингу уже 878 дней. То есть, ему когда практически там 2,5-3 года. Какой листинг быстрее пойдет вверх? Тот, который свежий, у него история по нуля, либо тот, который нужно поднимать из глубины и наверх? Знаете, чувствуете, куда я клоню. В большинстве случаев, когда я смотрю ваши магазины в частном просмотре, я вижу, что вы пытаетесь поднять уже мертвые листинги. Это как выкапывать из-под земли листинг, чтобы поднять его визобилтельскор. Если у вас 100 дней листингу и визобилтельскор у него 20-30, ну, там, вас, который не устраивает, что с этим листингом нужно делать? Ну, забыть про него и выставить заново. И дать ему новый толчок. Тем самым вы поднимете визобилтель путем выставления его в очередной раз. Уже с новыми ключевыми словами, уже с новым умом, а не пытаться вот возобновить вот этот вот старый и поднять его. Это, на мой взгляд, самый единственный и простой способ, как повысить визобилтель процент видимости ваших мертвых листингов, мертвые души. Будем так вот с умом, с юмором говорить. Поэтому прежде чем пытаться, что делать, врывать волосы у себя на голове, посмотрите, сколько дней этому листингу. Чем старше листинг, тем сложнее поднять визобилтель. Второй какой момент может быть? Если вы создали что-то, но это не пользуется на данный момент спросом, это не ищет по ключевым словам. Вы взяли какое-нибудь ключевое слово, либо оно слишком обширное, на первое место поставили, и сложно, там конкуренция большая, и вам сложно на первые 2-3 дня встать на первую страницу, чтобы вас видели. Естественно, такие листинги сразу пойдут куда? Вниз, вниз, вниз. Либо вы выбрали совершенно полярный вариант, вы выбрали такое ключевое слово, где всего-навсего 100 листингов, которые тоже мало ищут, и тем самым опять-таки вы идете куда в самый конец. То есть вот такие вот основные моменты. Первый момент – это когда вашему листингу 100 лет в обед, то есть огромное количество дней у него визобилтельскор маленький. Второй вариант – если вы выбрали ключевые слова и поставили это на первое место, которые переполнены. Допустим, вы взяли листинги и назвали этот листинг, я не знаю, «Gift for Mother». У нас около миллиона результатов «Gift for Mother». Вы пытаетесь встать на первую страницу по этому ключевому слову и хотите, чтобы у него визобилтель была прям сразу там 100%, либо хотя бы 80%. Нет, такого не будет. Начинайте с узкой категории и поднимайтесь потихонечку выше. И третий момент – вы наоборот взяли ключевое слово. Пытаетесь пройти по ключевому слову, где малое количество результатов, ну очень малое количество результатов. Естественно, там визобилтельскор тоже не может быть огромным. Давайте для сравнения… Сейчас, секундочку. Я посмотрю по времени. 7.30. У меня еще есть парочка. Давайте какие-нибудь другие листинги посмотрим, например. Кого мы возьмем? Давайте мы возьмем «Holy Restalkings», вот, например. Вот, который у нас с вами на первой странице находится, но не по рекламе. Вот эти вот «Monster». Давайте такой возьмем, где не такое большое количество рекламы не хочу брать. Сейчас мы посмотрим, где у нас опять реклама идет. Я хочу взять с маленьким количеством… Ну вот здесь вот 48. Давайте посмотрим. Вот они встали на первую страницу, листинги. И мы просто просмотрим, что это такое. Но все равно 712 sales – это достаточно-таки большое. Вот носочки у нас, смотрите. Какое у нас… Она мне показывает, а в изобилоте скор 96. То есть, посмотрите. 370 дней. И вот он у нас с вами… Какое количество просмотров. И, соответственно, что у нас в изобилоте скор большой. То есть, это количество дней и количество просмотров. Соотношение формулы вырисовывается. И вот такой вот момент идет. Но, естественно, они продаются, поэтому они на первой странице будут. Давайте попробуем, кого в holiday ornaments. И сейчас попробуем судить. У нас, смотрите, 303 тысячи holiday ornaments with mask. Давайте свеженькое возьмем что-нибудь такое. 29 тысяч результатов. Но все равно, в принципе, мы изначально знаем, что вот эти вот листинки будут свежие. То есть, они не прошлогодние, они вот свеженькие. Ну, потому что мы с вами где находимся в тренде. Merry Christmas. Вот такая вот туалетная бумага. Кто-то сориентировался, быстренько и сделал. Или там с Алинией будем говорить откуда-то. Давайте какой-нибудь возьмем листинг. Ну, вот такой вот, да. Бестселлер, да. То есть, вот такой вот у нас с вами бестселлер есть. Да, магазин уже раскрученный. Им достаточно один листинг выставить. И их клиенты, которые там засердечили магазин, они пойдут смотреть. Ну, давайте смотреть, сколько этому листингу дней. Ему 112 дней, да. То есть, вот он сделан. Количество просмотров в Мизабилте скоро, естественно, на 100%. И вот такой вот. Если мы с вами пойдем тот же самый, ну, где-нибудь в конец, с конца посмотрим. О, ну, мы можем с вами отсортировать по Most Recent. Вот так вот давайте пойдем. Те, которые вот прям-прям-прям совсем недавно выставились. Посмотрим, ну, тут тоже, смотрите, монстры. Рекламу мы не кликаем. Дизайн here. С масками, с масками, с масками, с масками. Мы даже не знаем, на какую кликнуть. 89. Ну, давайте вот такой вот возьмем листинг. Тоже, смотрите, 39 дней, да. Сколько у нас? 65, просто. Какое количество? Приблизительно хорошее, да. То есть, опять-таки говорю, как только мы встаем и выбираем то изделие, которое пользуется спросом, естественно, High Rocket. Большое количество. Ну, и плюс еще магазин наверняка не новый. Поэтому делайте вывод, если ваш листинг старый, мы его удаляем, выставляем заново. Мы выставляем то, что хотят покупать на Инте, а не то, что вы хотите продавать. И третий вариант совместно с четвертым. Не берем слишком высокие ключевые слова и не берем слишком низкие. Нужно найти золотую середину. Я советую постараться, если вы новый начинающий магазин, где-нибудь находить момент, где там в районе тысячи результатов. Тысячу результатов вставайте туда и потихонечку продвигайтесь выше. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как увеличить процент видимости вашего изделия, визобилити скор. Если вам видео понравилось, как всегда, делаем лайк. Если видео не понравилось, прежде чем нажать кнопочку дизлайк, напишите мне в комментариях, что конкретно вам не понравилось. Благодарю вас за внимание. Как всегда, основные линки будут в инфобоксе. Четыре основных линка – это поддержи проект монетой. Второй линк – это линк на нашу школу, эти школы успешных продаж. Виповскую школу мы не рекламируем. Третий линк – это партнерская ссылка на открытие вашего магазина с использованием 40 листингов бесплатно, чтобы вы попробовали. И последний линк – это линк о том, как я живу в Америке. Приглашаю вас и туда. Всего доброго и до следующих видео. Оставляйте свои вопросы, я буду рада на них ответить в небольших видео. Всего доброго, до новых встреч. Есть, успела. Знаете, сколько попыток у меня было? У меня было пять попыток. Одна попытка была хорошая, я уже прям практически все сделала, а потом ребенок проснулся. И я такая, надо туда бежать. Все, удачи.